Принято считать, что наркоманов бывших не бывает. Героиня нашего следующего сюжета категорически не согласна с этим стереотипом. Её главный аргумент – собственный пример. Руководитель кризисного центра «Дома матери и ребёнка. Жизнь одна» Анна Дуденкова поделилась своей историей спасения. О том, как избавиться от наркотической зависимости и где, расскажем в следующем сюжете. Я из хорошей семьи. У меня образование – педагог, лингвист и специалист по межкультурным коммуникациям. Для меня наркоман – это вообще было, знаете, что-то из ряда вон выходящего. То есть я брезгла ими. Попала в эту колюту жених, потом попался такой. Начиналось более полегче наркотики, а потом был амфетамин и соли. Приняла я это, будучи даже беременной. История 32-летней Лены из Обнинска подойдёт, пожалуй, для каждой второй постояльцы «Дома матери и ребёнка». Абсолютно типичная история. Беременную девушку привезли родственники почти полгода назад. К новому году у неё должна родиться девочка. Здесь не хочется ни сигареты курить, ну то есть об этом даже и не думается. Девушке помогают, как она сама выразилась, вырезать из киноленты жизни кусок длиной почти в 10 лет, где было место наркотикам. Анна Дуденкова рассказывает, что её подопечным отказаться от привычного образа жизни не так-то просто. А в «Доме матери и ребёнка» свой специфический уклад. Подъём в 6 утра, занятия, тренинги с психологом, уроки собственными детьми, бытовые заботы. После завтрака у нас начинаются домашние дела. Кто-то стирает, кто-то убирает, кто-то сидит с детьми, кто-то готовит. И кто-то там занимается социальной деятельностью уже самой. Времени на лишние мысли нет. В тепле и уюте справляться с проблемами гораздо проще, считает Анна. Здесь женщина помогает восстановить документы, получить медицинскую помощь, юридическую консультацию, вернуть родительские права. В центре часто находят приют и беременной женщины, и многодетной матери. Вот комната, в которой живут наши мамы с детками. То есть в зависимости от количества детей, здесь могут быть две мамы, может быть одна мама с тремя детьми. Если это грудные детки, мы им приносим кроватки. Каково без крыши над головой, Анна Двизенкова знает не понаслышке. Её история очень похожа на то, что рассказала Лена. Ситуация в этом случае сугубила развод. Сейчас, глядя на эту ухоженную женщину, не скажет, что 10 лет назад она плотно сидела, что называется, на игле. Человек, который встретился с нами на вокзале, я уже жила, ну, где придётся, и была уже соответствующим внешним видом. Сказала, что если ты хочешь изменить свою жизнь, что есть место, где тебе могут помочь. Я устала спать в подъездах, врывать себе булку в магазине. Я поехала, это был тогда центр реабилитации в Ромешковском районе. Я прошла там реабилитацию полностью. Мне было сложно, тяжело, сельское хозяйство, огород, надо трудиться. Сейчас дочь Анны с ней и женщина мечтает стать мамой во второй раз. Свою жизнь она посвятила тем, кто также оказались в трудной ситуации. Сейчас по Тверю в большом строящемся на средства благотворителей доме живут 12 женщин с детьми. За всё время удалось помочь более 150 нарко- и алкозависимым. Анна ищет спонсоров, волонтёров, привлекает психологов. Настолько осознаешь свое бессилие перед этой проблемой, особенно понимая, что бывших не бывает, значит, всё, тебе осталось дожить какой-то срок жизни. Это сложно, это работа над собой ежедневная. Но у меня была действительно мотивация, я понимала, что у меня есть дочь, мне хотелось другой жизни. В доме матери и ребёнка жизни одна живут женщины не только из Твери. Узнают о нём из социальных сетей, работает сарафанное радио. Для тех женщин, кому нужна помощь, кто хочет начать жизнь чистого листа, двери доме номер 21 по улице Гвардейской в деревне Колесниково всегда открыты. Подробности по телефону 8 903 809 22 29.